Меня зовут Ян Лопатков. Вы знаете меня как Яна Топлис. Я рассказываю сложные научные вещи простым языком. И сегодня я раскрою секреты сети, в которой мы давно уже все запутаны. Дайте мне 15 минут, и я вам расскажу, как мобильная связь обеспечивает нас работой и развлечениями. А мы этого даже не замечаем. Это Вышка. Можете ответить на вопрос, когда сотовая связь стала мобильной? А сотовые телефоны, тяжелые вот с этими антеннами, стали мобильниками, а затем и смартфонами. На самом деле, это одна и та же технология. И сколько бы Вы раз не говорили, что перестали пользоваться звонками, а звоните через мессенджеры. Вы пользуетесь старой доброй сотовой связью. А точнее, совсем не старой. Технологии постоянно обновляются. 2G, 3G, 4G. И вот мы уже едем в метро и смотрим свои любимые ролики без потери сигнала. Или смотрим друзей на видеоконференции, пока едем на дачу. На самом деле, мобильная связь стала обыденной. Как кислород. И мы просто не задумываемся, как она работает. А можно ли от нее убежать, если очень быстро бежать или ехать? Или спрятаться глубоко под землей? Или на крыше небоскреба? Как она вообще работает в торговых центрах, где куча металлических конструкций? Или в Москва-Сити, где их еще больше? Вам кажется, что я стою в центре оживленной улицы? На самом деле, я стою в гигантском шестиугольнике, в центре которого вот эта базовая станция. Но почему именно шестиугольники? Это идеальная форма заполнения пространства. Гексагон. Она рождается сама собой часто в природе. Например, в пчелином улье, в застывшей лаве и в мыльных пузырях. Инженеры специально проектируют зоны покрытия по такому же принципу. Сигнал расходится от базовой станции, кругами и круги эти пересекаются. Проводим прямые линии из точек пересечения и получаем шестиугольники. За счет такой сетки вы получаете стабильный сигнал сотовой связи. Но окружающий нас мир не идеален. И ровные круги получаются редко. Вообще, мегаполис — это полоса препятствий для радиосигналов, очень сложная. Но всегда есть технология, которая позволяет эти полосы препятствий обходить. Это, кстати, Паша. Он работает в техническом блоке Beeline уже 20 лет, и он знает об этом все. Вот, Паш, смотри, я звоню моему другу и говорю «Алло, что происходит?» Твой телефон сразу видит несколько базовых станций. 5, 10, 15, но устанавливает соединение с той, у которой максимально хороший сигнал приема. Далее по сети твой звонок пройдет до другой базовой станции и подключится к другому телефону другого абонента. То есть, получается, мой телефон, базовая станция, другой абонент. Настрою. Ну, это очень просто. На самом деле, базовая станция, коммутатор, узловой коммутатор, узловой коммутатор в другом городе, большой какой-то коммутатор, и далее базовая станция и телефон другого абонента. И таких базовой станции у Beeline много. Очень много. На одной только Красной площади 13 штук, причем не только на улице, но и внутри зданий. Там, где вы и не додумались бы искать. Например, в ГУМе или в Мавзолее. А тогда из чего состоит базовая станция? Базовая станция состоит из трех основных компонентов. Это антенна, которая принимает и передает сигналы. Радиомодуля, которая задает их частоту. И системного модуля, который является мозгом всей схемы. Ну, а если нужно обеспечить связь в большом здании, например, в торговом центре, то используется специализированное индор-решение. Индор? Типа в дверь? Это базовая станция, которая вообще не обслуживает улицу и использует антенны внутри здания. Они установлены на каждом этаже. С помощью этого обеспечивается идеальное качество покрытия во всех уголках, даже в рабочих кабинетах. То есть, при желании, если у меня, я построю себе какое-то большое здание, я могу в каждой комнате установить такой радиосигнал, чтобы у меня была просто идеальная частота? Да, многие. Я могу спуститься на 12 километров вниз под землю и там тоже установить эти станции, и у меня и там будет ловить. Многие состоятельные люди именно так и поступают. Слушай, а это не опасно? Мы здесь как раз для того, чтобы это проверить. Возьмем базовую станцию помощнее, например, вот эту. А этот прибор измерит уровень электромагнитного поля. То есть, буквально сколько микроватт мощности приходится на один квадратный сантиметр пространства. В России предельно допустимый уровень электромагнитного поля составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр. Для сравнения, в Америке или Европе данный показатель равен 100 микроваттам на квадратный сантиметр. То есть, у нас в 10 раз меньше. Чем у них. Излучение. Прикольно. Но есть и второй источник излучения у тебя в кармане. Это смартфон. Я обожаю парадоксы. И есть даже парадокс про смартфон. Смартфон выдает максимальную мощность как раз, когда пытается дотянуться до базовой станции. Получается, чем ближе ты к базовой станции, тем меньше радиоволн твоего уха. Получается, чем больше базовых станций вокруг и чем ближе ты к ним, тем меньше излучения. Все так. Когда их так много, как здесь, то это вообще не проблема. Тем более, электромагнитное излучение – это не рентген, не радиация, а простая радиоволна. Ее мощности не хватит, чтобы ионизировать атомы в твоем теле и хоть как-то навредить здоровью. Поэтому опасаться вышек 5G – это то же самое, что бояться собственных микроволнов. Окей, пока мы стоим, все более-менее понятно. Но что будет, если я начну двигаться? Волны от вышки будут двигаться за мной? Не совсем. В этом случае все будет гораздо интересней. Потому что Билайн бережно передает мне из рук одной базовой станции в руки другой. Технология так и называется – хэндовер. Сеть постоянно определяет мои координаты, где я нахожусь. Если сигнал вышки затмил, например, небоскреб, или я покидаю зону покрытия, меня бесшовно перебрасывает с одной станции на другую. При этом я даже этого не ощущаю. Контент все равно продолжает грузиться благодаря хэндоверу. Эта технология дает вам слушать музыку на пробежке или смотреть видео, пока вы едете в такси. Окей, а что если обогнать этот сигнал, если двигаться очень быстро? Например, я знаю, что 3G можно обогнать, если разогнаться до 200 км в час на какой-нибудь платке. Разорвать 3G. В смысле, не сам сигнал, а скорость передачи звонка от одной базовой станции к другой. А можно ли сделать это с 4G и 5G? Какие скорости там нужны, чтобы обогнать этот сигнал? Теоретически это возможно, но сделать это будет очень сложно. Вот вы, допустим, мчитесь на Сапсане из Москвы в Питер со скоростью 250 км в час. И здесь базовая станция поймает вас в сеть и будет плавно переключать на следующие станции. Даже если бы это был поезд Шанхай-Маглев на магнитной подушке, Билайн и там позволил бы вашей маме рассказать тете Любе, что там было в новой серии великолепного века. Все потому, что максимальная скорость успешного хендовера в 4G 500 км в час. Окей, от Билайна не убежать по земле, но что если я буду над землей? Я знаю, например, что проблемы начинаются после 30-го этажа. А что если я поднимусь на 80-й и захочу там поговорить с приятелем? А там будет Wi-Fi? Ну, допустим, пусть у соседей будет. У Билайна есть оружие против всех садников Аллакалипсиса. Садников чего? Аллакалипсиса. Так я называю худший сценарий для мобильного звонка. Когда весь мир играет против вас. Когда звонку мешает плотная застройка, металлизированные стекла, спуск под землю или перегруз трафика. У Билайна есть решение всех этих проблем. Умная сеть. То есть я по-любому дозвонюсь с небоскреба, если у соседей будет Wi-Fi? Да, умная сеть настраивает сеть таким образом, чтобы клиенты не страдали от помех и не тратили свои нервные клетки. Так, ну как спасти-то свои нервные клетки? Начнем с того, что ты уже упомянул. Если там есть Wi-Fi, то ты можешь совершить звонок с помощью технологии VoiceOver Wi-Fi. Ты можешь включить эту функцию в телефоне, подключиться к сети Wi-Fi, и твой звонок пройдет через нее. То есть стабильное качество разговора будет гарантировано. То есть получается меняется просто формат звонка, да? Меняется трансмиссия. То есть если здесь ты звонишь через базовую станцию, она связана релейкой или оптикой, то в данном случае трансмиссией является интернет-соединение общественное. И это тот же будет звонок? Это будет тоже звонок, сжатый Wi-Fi кодеком. Что насчет искусственного интеллекта у вас в Билане? У нас есть искусственный интеллект, который работает 24 на 7 и сканирует собственную сеть. Он смотрит на статистику звонков, плотность застройки, этажность. И настраивает сеть таким образом, чтобы удовлетворить полностью объем трафика, который на нее поступает. Эта сеть называется сон. Типа как сын на английском? Нет, это как сеть, которая никогда не спит на Билайновском. Паша, а есть что-то на Билайновском, чтобы мне лично помогало в работе? Есть. Это технология VoiceOver LTE. Например, тебе нужно загрузить какой-то большой файл. Ну, монтаж нового выпуска. И одновременно созвониться с монтажером. Воу Вальта сможет в одном канале уместить и голос, и данные. И тебя не отбросит на 2G или 3G, как раньше. То есть никаких лагов, ничего. Я звоню и загружаю. По 4G. Да, все будет одновременно. Воу Вальта, да? Да, Воу ЛТЕ. Я вот что подумал. Вот как люди представляют себе карту города? Ну, наверняка плоской. Как карта из приложения с навигацией. И это нормально, представлять ее плоской. Даже наш мозг рисует карту в двух измерениях. И я об этом рассказывал на канале Топлис. У нас в мозге есть специальные нейроны, которые позволяют нам запоминать маршруты и адреса в виде тех же самых плоских сот. Да, это хорошая аналогия для загородной местности, где ты просто едешь себе не спеша по равнинам, и ландшафт меняется редко. Но город — это совсем другое дело. Там появляется еще и третье вертикальное измерение. От пробуждения и до конца дня мы можем подняться на лифте на 25 этаж, спуститься в метро, мчаться на такси и гулять по лабиринтам торговых центров. Каждый раз Beeline бережно передает тебя из рук в руки. В одних местах подхватывает Wi-Fi, в других — LTE, а в третьих подключаются маленькие эндор-антенны. Плюс в городе важно еще и четвертое измерение — время. Потому что люди, например, в выходные или праздники звонят друг другу или скачивают много контента на телефон. Из-за этого нагрузка на сеть возрастает, и важно, чтобы она не рухнула. В общем, какие бы препятствия нас ни поджидали в городе, мы всегда на связи в четырех измерениях. Beeline раскинул свои соты повсюду. Сегодня мы обеспечиваем связь в горах, на крайнем севере, на воде. Но об этом в следующей серии. С вами был Ян Топлис, Beeline и это Вышка. Увидимся в следующей серии. Пока!